Ну что ж, начнём Убери Да как я её возьму? Ты что, не видишь, что она зимняя? Ну, значит, что? Значит, вот ту Угу, я понял То есть вообще наплевать, на чём я езжу Началось, а? Нет, Димочка, мне не наплевать Да? Тогда какого цвета у меня машина? Серого Мокрый асфальт Извини Ничего Я как дурак целыми днями эти деньги зарабатываю А ты даже со мной не можешь в магазин сходить Дима, вообще-то у нас деньги я зарабатываю Ты такая мелочная, а? Мы же с тобой сто-то раз это обсуждали уже Сколько можно? Так ты куда смотришь? Никуда Всё понятно, прощай Ты даже не пойдёшь за мной, да? Если бы Маргарита была такой, то мастер сбежал бы от неё через два дня И так представьте себе, очень-очень-очень ревнивая жена Я не боюсь Я не боюсь И куда это ты с утра собрался? На работу И кто у тебя на работе? Никого А чё туда ходишь каждый день, я не пойму Юль, да чё случилось-то? Чё случилось-то? Я у тебя на подушке волос нашла Да это твой волос Не надо, я все свои пересчитала, у меня все на месте Вот у моей подружки лучшей, Танечки, такая же ситуация была Сначала жила с мужем душа в душу, а потом какую-то корову встретила и семьи ушёл Так я ж к тебе ушёл Какая разница? А кто это к нам пришёл? Да Здравствуйте, вы верите в Бога? Прикинь, а я дома, ах ты тварь Итак, представьте Обычный воронежский супермаркет 31 декабря 11 часов вечера О, Юлёк! Здорово! Обродай-ка нам пшеничную Какая пшеничная? Ты что, не слышал? Только что женщина сказала 11 часов вечера Вот ты смотри Не дошло всё-таки мое письмо до Деда Мороза, а? Ну, Юлёк Ну, ты же не баба-яга, чтобы у людей Новый Год воровать Ну, продай! Нельзя Ну, нельзя продать, давайте так сделаем Ты мне подаришь пшеничную А я тебе подарю 126 рублей И 4 рубля на пакет Нет Ну, что нет? У тебя вообще сердце есть? Есть, только оно остановилось В тот миг, когда на новогоднюю ночь выпала моя смена Вот посмотри, Ромаха, до чего людей этот Ромаха? А где он? Так, стоп! Это что за ужас? Я не поняла Ты что себе позволяешь? Ты что, трезвый на сцену вышел? Что молчишь? Ты себя в зеркало видел? Видел То есть ты еще и зеркало из ломбарда выкупил Ты понимаешь, что и по наклонной пошел? Ну, вверх же Ну, по наклонной В таком виде на тебя никому не интересно смотреть Ты обычный Так, Дима, идете в буфет и заливаете в Рому харизму Юлёк, все сделаем в лучшем виде Потому что когда он... Дим, давай быстрее А что такое? Я не могу долго трезво играть Так, не пались! Димушка! Че орать-то, а? Извините, пожалуйста Можно мне, пожалуйста, вот этот чай фруктовый? Он стоит 26 рублей Ну, ничего страшного Люсь! А-а-а! Чай в чайничке А ты сказал, что он 26 рублей стоит? Естественно Извините, пожалуйста А можно мне чай сделать без сахара? Девушка, он все равно будет стоить 26 рублей Ну, хорошо Ну, хорошо И бокал вина красного Алкоголь все один с ней продаем Распоряжением мэра А, ну да Ну, тогда вот десерт Так, а что вопрос с алкоголем мы решать не собираемся? А-а-а! В каком смысле? Нормально Здорово, Тамарка! Плесни пять капель, а! А что случилось-то? Да у нас опять все отделение по учебной тревоге подняли Че делали? Диктант по-русскому писали А у меня, прикинь? За 26 рублей Так это шледи Гага Да ладно, а что она у нас в Борисоглебске делает? Ну, ты ее клипы видела? Одевается она у нас? Точно Так, все, хватит! Какая Гага! Возьмите за чай 10, 20, 30 Спасибо! Стой, куда пошла? Что? Приходите к нам еще Обязательно Друзья, не стесняйтесь Узнавайте себя Добро пожаловать на провинциальную дискотеку Ну, все, 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 Рапаха Давай погнали, погнали! Сейчас быстро каких-нибудь королев зацепим Ты, гляк, какие барби, а! Я сейчас Барышня, а, барышня? А вы не хотите с утра в красивые футболки походить, а? Иди пастись, ларек Значит так Я и вот тот прыткий юноша Давай не озибаем, аватар Хлебни, пивка, реинкарнируйся, давай Мадамы! А могу я чем-то угостить? Махито! Не, этим не могу! А может, в караоке поедем? Нет Ништяк, Роман, походу, сразу на хату валим Слышь, малая, прислони ухо к асфальту Послушай, там такси не едет, а? Не, я не понял, а что мы с жалом-то водим, а? Вообще-то мой друг, чемпион области по карате Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Ну все, медляк, я пошел С неба до земли Достают солнца лучи Не плачь О, да ты в колготках! Ну все, молись Так, стоп, стоп, стоп! Э-э-э-э, ребят, хватит, хватит! Юль, давай по сценарию, а? Ну по сценарию, то по сценарию, че? Давай вечером Когда-то визитной карточкой Советского Союза был балет. Русская балетная школа считается самой сильной и по сей день. Поэтому представьте Воронежское балетное училище. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. О, здорово! Ну че мать, я в балетное училище? Я к вам поступать. А, я так понимаю, вы когда к нам шли, отталкивались от слова училище? Ну да. Понятно. Вы вообще балетом увлекаетесь? Ну как? Ну голый волочко увидел. Так, ладно, со станком знакомы? Конечно, он мне палец должен. Хорошо. Скажите, а какую бы вы хотели танцевать партию? Я хотел бы танцевать партию «Единая Россия». Вообще-то нет такой партии. Слышь, мать, ты бы сейчас по комнате подвигалась, а? Зачем? Ну как в движущейся же мишень? Сложнее попасть. Точно, я придумала. Мужчина, вам надо не в балетах, а в биатлон. А меня то точно возьмут? Ну я чемпионат мира смотрела, поход туда сейчас всех берут. О, благодать! Ну что ж, и для всех, милых дам Маяка. Мне надоело петь в райцах. Мать, а мать! А дай микрофон поорать! Мужчина, я вам в юбилейный сотый раз говорю, нет. Да ты вообще знаешь, кто мы? И что, думаешь, паспорт пополам порвал, все можно? Слышь, а сколько песню стоит заказать? Четыре лата. А это сколько на наше? На ваше? Ну где-то четыре тысячи пустых бутылок. Слышь, ты за кого нас принимаешь? Вообще-то мой друг виртуозно владеет скрипкой. Ага, я вижу. Так, Ромах, продемонстрируй. Все, она поняла, я думаю. Ну спойте одну песню, ладно. Песня специально для тебя, мадам. Ах, какая женщина, какая женщина. Работа мне в любую. Так, все, мужчины, вы поете великолепно. До свидания. Вообще-то мы никуда не торопимся. А вы знаете, что уже без пяти десять? И что? Так у нас алкоголь только до десяти продают. Пока, Юрмала! Представьте себе, СССР, конец восьмидесятых. В стране только что разрешили русский рок. Итак, обычная квартира того времени. Не понял. Дорогой, а что здесь происходит? Мы репетируем? Репетируйте. А зачем вы тогда кровью на полу пентаграмму нарисовали? Так это мы дьявола вызывали? Ну? Что ну? Дьявол пришел и пока еще спокойно спрашивает, что здесь происходит. Так я же тебе объясняю. Мы репетируем. Ну что вы здесь репетируете? Вы же раньше в гараже орали. Так нам соседи гараж сожгли. Вот люди. Ну не идиоты, а. Ну надо же было сначала дверь снаружи чем-нибудь подпереть, а потом вас поджигать. Давайте еще раз. Три, четыре. Может, пока я не оглохла, познакомишь меня? А, конечно. Это моя группа. Горшок, череп, ущерб и плесень. А мамина версия? Оксана, Володя, Саша и плесень. Хозяйка, а купи елку. Зачем мне елку? Новый год через семь месяцев. Давай не будем оставлять на завтра то, что мы хотим отметить уже сегодня. Так пошли вон отсюда. Давайте, ребят. А ты вообще рехнулся. Ты помнишь, какой сегодня день? Сегодня наша дочка жениха приведет знакомиться. А у нас тут, я извиняюсь, плесень. Так, ребят, давай сейчас быстренько переодеваемся в чистое и помогай мне на стол накрывать. Да нормально мы одеты. Так, сейчас либо вы сами переодеваетесь чисто, либо потом вас переоденут специально обученные бабушки. Давайте, быстренько, ребят. Хозяйка, а купи пластинку. Modern Talking The Best. А почему здесь не вся пластинка? Я же говорю, The Best. Так, давайте, пошли вон отсюда. Чё ты лыбишься? Я тебя чё с утра просила сделать? Мусор вынести. Вот именно, вынести, а не на себя надеть. Да ты чё, мать? Это рок. Рваные джинсы, это круто. Круто, когда они на коленях рваные, они сзади пошли. Ой, зараза. Ты чё не сказал-то, а? Здорово, родители. Мам. О, а с папой что? А папа у нас в рок вернулся, им разрешили. О, прям круто, а? А давай ты себе, как Мерлин Мэнсон, ребра удалишь. О, а я б холодца сделала. Так холодца охота. Не, лучше как Ози Осборн на концерте у летучей мыши голову откусишь. А, не о чём мыши. Он пусть нашему коту чё-нибудь откусит. Всё равно к ветеринару собирались везти. Сами разбивайтесь. Слышь, мать, ты чё, поссориться хочешь, а? Я, между прочим, тебе песню посвятил. Лучше ты тогда моей маме в погреб посвятил. Не пришлось бы в больницу мандарины возить. Может, ты послушаешь песню-то? А у меня есть выбор. Каждую ночь ты сидишь у окна. Ты продавец киоска. И колорит вверх сломался с утра. Греет лишь папироска. Ты здесь неотлучно. Это твой дом и храм. И честер, пастучно. Ты продаёшь людям. Поставь табличку. У нас переучок. И твоя мечта осуществится. Затемник Витя. Тогда к тебе придёт. Ему больше нет чему стремиться. И вас загружит. Любви водоворот. Главное, надо общаться и поместиться. Ну как? Монгол, мой пришёл. Господи, давайте быстрей. Зови. Заходи. Познакомьтесь. Это мой парень, паук. Господи, а. Только тараканов вывели. Тут, на тебе, ещё одна насекомая. Так я не поняла, а. Кто у нас дома больше всех внуков хочет? Я или вы? Ань, ты пойми. Внуки и личинки — это разные вещи. Хозяйка, а купи. Ничего, мы покупать не будем. О. А купи душу. Так. Ну так чё? Ань, а давай мы так сделаем. Давай мы твоего паука пометим, ну и в коробочку отложим. Всё, мне это надоело. Последний аргумент — я беременна. Ах ты! Не-не-не, спокойно, нет него. А, то есть вы ещё как бы нас в этой ситуации выручаете, да? А, то есть вы не просто паук, вы прям спайдермен. Человек-супергерой. Ну а чё ты, мать, удивляешься? Чтобы жить в Советском Союзе, надо было быть супергероем. Это сейчас палку копчёной колбасы ты просто вышел и купил. А раньше вышел, доехал до ждевокзала, взял билет до Москвы. И уже там, если повезёт, и то не факт. Ну и в продолжении позитивной информации, друзья, именно в то время, в 1986 году, в Советском Союзе одновременно разрешили секс и КВН. Да, вот это был год. Хозяйка! Ну, хозяйка, ну хорош ругаться, а! Ну всё ж по плану было! Мы пришли, ребёнок залез на табурет. Потом на холодильник, выдержку и по вентиляции уполз к соседям. Вы понимаете, что из-за вас мой Миша перестал верить в Деда Мороза. Зато в Бога начал. До свидания. Так, стой, куда пошла? Что ещё? Ну, мамаша, вы тоже хороши. Вы же сказали, будет один ребёнок. Почему их было пятеро? Ну я же не могла выгнать Мишиных друзей. Ну я же смог! Так, всё, я вызываю милицию. А я вызываю виллу! Вы идиот! Я реально сейчас милицию вызову. Всё, 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 спокойно, мы уходим. Так, а ты куда пошёл? Иди сына успокаивай. Итак, Белгородская область, райцентр Калач, кооперативный магазин «Ирина». А, привет, Елёк! Доброго здоровься! Чё? Смотри, в настроении сегодня, да. Ну чё, Ромах, может, мы сегодня по ягодкам пройдёмся? А, Елёк, а дай к нам рябиновки. Двадцать шесть пятьдесят. Ого, уже пятьдесят, а? Без паники. А, Елёк, а вы карточки принимаете? Ага. О, ты смотри, карточки принимают. Всё как у людей, прям, а? А, Елёк, ну, похоже, карточку в другом пинжаке оставили, да? Ну, раз кредитная карта нас подвела, дай тетрадку. Тетрадка с нас никогда не подводила, а? Всё, кончилась твоя тетрадка. Ах ты, 96 листов, как один день, а? Елёк, а, послушай, а тебе калькулятор не нужен? Так, это же телефон. Ха, ну, если деньги на неё положить, будет телефон, да? Так, всё, идите. Подожди, подожди, а не нужна тебе грубая физическая сила, а? Ты смотри, как у меня богатырь простаивает, а? Тихо-тихо-тихо, Шварц, не надорвись. Давай он тебе сейчас водку, он из грузовика в павильон занесёт, да? Ага, чтобы он мне разбил всё. Так-так-так, не заводись. Ты что ж делаешь, а? Чё ж ты человека-то обижаешь? Где же это видано? Чтоб знаменосец знамя уронил. И вообще, сегодня день энергетика, а ты нас энергии лишаешь, а? Так, всё, нать вашу рябиновку, только идите отсюда. Спасибо, Елёк. Ромак, скажи спасибо, как учил. Не-не-не, это в милиции. Здесь просто спасибо. Кто-то ищет сокровища на дне морском, а кто-то у себя дома в книжном шкафу, потому что не помнит, в какую именно книгу спрятал свои драгоценные сто рублей. Итак, представьте, классическая КВНовская российская семья. Я искала тебя Вот и я тут ищу Не-е, я только вчера прятал Тебя дворами тёмными Не-е, я точно дома прятал Да в каком кино? В книгах я спрятал, а? Ань, вырубит эту зимпиру, она меня спевает Мам, поди сюда, папа опять с песнями разговаривает Так что ты тут делаешь? О, прискакала Книгу ещё почитать решил? Всё, допился Ань, звони в скорую, скажи, наш отец торпеду переварил Ладно, если бы я был сто рублей, где бы я лежал, а? Так, Донцова, 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 так Кто это такая, Донцова, родственница наша какая? Шо мы ей так материально помогаем-то, а? Это мама покупает Мама покупает Так где же мои сто рублей-то, а? Да Здравствуйте Здравствуйте Вы верите в Бога? Слышь, зайдите или сейчас, я тебе прям точно скажу О, смотри-ка, а Сопромат О, батька твой учился, а А ты, Анька, на меня хоть на кого учишься-то, а? Выпил же, да? Да почему выпил-то? Нет А чё это ты тогда у ребёнка про учёбу спрашиваешь? Просто Смотри мне Ань, ты на самом деле её не слушай Я ж к тебе всегда как к родной относился Что значит как к родной? Ну ты ж у меня совсем взрослая стала, а? Пора тебе всю правду рассказать Ты на самом деле Не моя дочь Так, пап, всё Я к дяде Гене больше не пойду Денег у него просить не буду Не пойду, не буду А могла бы и отцу помочь Так, чё это у нас такое-то, а? Это мамины документы Так зачем мы это сфланируем-то, а? Иди выброси Это всё нужно Вот вся в мать, а! Да зачем это нужно? Выкинь это на помойку Нет Шо нет? Вот я твои старые учебники на помойку отнёс Так у нас бомжи в институт поступили О, ты смотри, а! Это наша с матерью старая фотография Да, это мы с ней в Геленджике В обезьянном питомнике Да сколько расти говорить, а нет меня на этой фотографии Ну она тогда болела О, ты смотри Отцова армейская гитара Ну чё, Анька, хочешь тебе что-нибудь папка сыграть? Нет Господа офицеры По натянутым нервам Привела вас Россия Пап! Офицеры, офицеры Ваше сердце под прицелом Хряпнул уже, да? Да почему хряпнул? Просто поют Угу Господа офицеры Гатманова Он просто поёт Да её уже сам Гатманов просто не поёт Ой, вот такая же вырастешь, убью Ладно, пол восьмого уже, а? Надо чё-то делать, а? Слышь, Анька Когда-то папка помог тебе родиться А ты сейчас помоги отцу Что? Иди у матери сто рублей укради Ну пап! Ну шо, пап! Ты же ей не чужая, она не заявит Ох, ладно Ох! Тамарка, ты смотри, чё я нашёл, а? Пластинка, синяя птица Ну? Ты хоть помнишь? Мы под эту песню с тобой познакомились Так я ещё помню А потом в парк побежали, да? Я ещё часы выиграл Ой, прям выиграл, украл Так, стоп Продавец меня догнал Догнал Я его победил Победил Значит, выиграл О, Танька, какие раньше песни-то были, а? А семьи какие были? Вон у сестры Тамаркиной Восемь детей было Да ты чё, отец, девять Они ж как девятого родили Им Рейно, квартиру дало Над аптекой Да, да помню, конечно Ой, ну спасибо тебе, Тамарка Прямо молодость вспомнил, а? Всё-таки выпил, а? А на дачу мне кто повезёт? Пушкин? О, Пушкин! Мать, точно Пушкин! Александр Сергеевич, где родимый? Мам, пап, вам тут бабушка по скайпу звонит Привет, мам! Здравствуйте Здравствуйте, Тамара Григорьевна Сегодня большой праздник А, Ань, точно Иди 21 марта в кружок обведи В Воронеже интернет дали У вас серебряная свадьба Поздравляю! Спасибо, мам! Хоть ты помнишь В смысле, хоть ты помнишь? Ты чё, думаешь, я забыл, что ли? А то нет Да, конечно! Я вот с ребятами цельный месяц В гараже репетировал У тебя поздравления, а? Привет, ребят! Ну, слушай! Твоя любимая песня! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А скрипела я! Тамара Валентиновна Калифорнова Калифорнова Мать моих детей Повезло тебе Мать моих детей Тамара Валентиновна Калифорнова Калифорнова Ты жена моя Я по паспорту Я люблю тебя Спасибо, пацаны Ой, отец Так это ты сто рублей искал, чтобы ребяткам заплатить Эх, чтобы ребяткам заплатить Я гараж продал А сто рублей зачем? Выпить? Эх, мать, а! А вот если бы ты родину продала Ты б пить не начала? Все тут понятно, отец Давай вечером С тобой встретимся Будем подъем Ну и логично будет закончить этот стэм Словами одного замечательного человека Главный шуруп семейной конструкции Это любовь Антон Колбасов Мастер-сборщик 15-й мебельной фабрики Спасибо! После того, как был объявлен конкурс Нарисуй символ Сочинской Олимпиады Экстремальной мечтой у многих стало в нем победить Итак, представьте Оргкомитет Сочи 2014 Здорово, мать! Вас прям фиг найдешь! Мужчина, вы учреждением не ошиблись Чебуречная за углом Учреждение меня ошибся Когда медный памятник принес В ВВД сдавать Вы же логотипы для Олимпиады принимаете Мы Только мы их принимаем в электронном виде Через интернет на наш сайт Что вы так на меня смотрите? Жду, пока знакомые слова пойдут Что это? Ёж на коньках Почему ёж? Ну хорошо, барсук на коньках Почему барсук? Ну хорошо, заяц на коньках Да почему он заяц? Ну короче, коньки ему утвердили, да? Всё, я быстро животное придумаю Мужчина, какое животное? Вы поймите, символ должен напрямую ассоциироваться с Россией О, калашников на коньках Так, забирайте свои коньки и идите отсюда То есть ими не заплатишь? Нет Ну? Что ну? Ну отрицаешь, предлагай Юлия Сергеевна Вам звонит председатель Международного Олимпийского комитета Жак Роге Алло Так, Анечка, давайте наконец с переводчиком что-то решим А то мне его уже интонации не нравятся А я тут у вас в документах прочитал, вам ещё гимн для Олимпиады нужен А то вы можете гимн написать А чё? Войну и мир написал, а гимн напишу Войну и мир Толстой написал Ну это ты знаешь, сколько людей, столько мнений А кто его, кстати, петь будет? Пока не ясно Вот ты смотри Я тебя прям сегодня выручаю, выручаю, а? У меня ж кубок по караоке Ага Так, Роман Евгеньевич, это что? Заявление об отставке Я председатель антидопингового комитета Прошу уволить меня, по-видимому, только мне причинам Я вас не уволю, идите и работайте Я один работать не пойду Ладно, хорошо Так, все встаём и уходим с Романом Евгеньевичем Давай, малыш, пошёл Слышь, а это чё за пафосная пепельница? Вообще-то это макет Олимпийского стадиона А чё в ней так бычков много? Не, ну я тоже не сразу узнал, что это стадион Юлия Сергеевна, всё, клип готов О, клип готов! А чё за клип? О России, чтобы во всём мире увидели, в какой стране будет проходить Олимпиада Слышь, ты можешь конкретно сказать, какой именно клип Любе на этой кассете? Мужчина, вам-то какое дело? Юлия Сергеевна, у нас ЧП Экскаваторщик куда-то пропал Господи, да что ж за день-то такой, а? Ну куда это скотина могла подеваться? Слышь, а может перестанем говорить обо мне так, как бы у меня здесь нет? Бегом на объект! Сейчас клип посмотрю, да пойду Так включайте, а то он никогда не уйдёт Давайте! Дорогие друзья, тема с тема — обман публики А как известно, женщина готова пойти на любой обман, лишь бы не остаться одной Итак, мы представляем вам свою версию известного романа «Телемастер и Маргарита» Ну, с Богом! И... Телемастера вызывали? Да А вы кто? Телемастер Не-не, подождите, ко мне раньше приходил такой худощавый, красивый... А, так это же я и есть, 30 килограмм тому назад. Ну надо же, а. Ого, а ты что такое смотрела? Хоккей или юровидение? Давай поженимся. Ну я так и подумал. Ну что, все, замани у меня сюда, давай соблазняй. Ха, мужчина, даже если вы останетесь единственным мужчиной на земле... Слышь, ты себя не переоценивай. Если я останусь единственным мужчиной на земле, то до тебя очередь может вообще не дойти. А я все смотрю, не могу понять, у тебя двушка или трешка? Вообще-то однокомнатная. Я про грудь. Хам. Так, ладно, мужчина, такое дело, сейчас ко мне подруга придет, можете подыграть? Это... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты, Тузик. Ну, где он? Знакомься, мой муж. Кто? Дорогой, ты, кажется, тысячу рублей потерял. Тысячу? Я ж вроде две терял. Ну, две так две. Спасибо, дорогая Анастасия. Дмитрий, я в туалет. Кстати, где он у нас? А, да. Вот это я понимаю, мужик. Захотел в туалет на балкон сходить и пошел. Ну, давай, рассказывай, как он в постели. Нормально, помещается. Где ж ты такой алмаз-то нашла? А мы учились вместе в МГУ. Дмитрий, вы учились в МГУ. Да? Да? В МГУ. В московском громадном училище. Дмитрий, а давайте с вами потанцуем. А что вы не танцуете, Дмитрий? Да я по этой песне не танцую. Почему, Дмитрий? Да мне как-то не по статусу. Очень даже по статусу. Ты что, рыба что ли, чистила? Фуё. Ну, как вы тут без меня? Лида, здесь огонь. Я даже сказала ураган. Я только одному не могу понять, подруга. Как такая серая невзрачная мышь, как ты, могла завладеть таким шикарным чеширским котом? Слышь, подруга, а ты давай мою жену не обижай. А то он сейчас топорик из Елизарова вынул. Да поправ на твоей голове, да бью. Ха, не очень-то и хотелось с таким-то быдлом жить. Да чтоб ваша квартира сгорела, а вы потом в ней ещё шесть лет жили. Ха-ха-ха. А-а-а-а. А-а-а-а-а. На, всё нормально. Да, я лип сду. На. Ну, уехала. Да. На, 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 тоже пойду. А, может, останетесь, ну, пока метро не откроется. Ну, можно. И жили телемастер и Маргарита долго и счастливо, и умерли в один день, потому что метро в Воронеже так и не построили. Свадьба — это предел мечтаний любой девушки. Это самый счастливый день в её жизни. Если, конечно, жених не передумал самый-самый последний момент. Зачем ты это сделала? Сколочь. Придурок. Идиот. Хам. Всё, Ань, спасибо, я отдохнула. Козёл. Тварь. Урод. Дебил. Ненавижу, а. И вот знаешь, Ань, что меня больше всего в этой ситуации удивляет? Что? Как это наш оформитель так шариками-то угадал, а? Дорогие брачующиеся, властью, данной мне государством, я пошла домой. Юлечка, Юль, ты, главное, не расстраивайся, хорошо? Здесь бой бокалов звонкий, здесь белые невесты платья. Юлечка, позвольте уточнить мне горе ваше, не отразится на моей зарплате. Товарищ Томада, свадьбы не будет, идите. А что такое? Жених, что ли, сбежал? Я там посижу. Вот что ему ещё надо было? Ведь всё при тебе. Квартира, машина. Отец олигарх. Вот я сама не понимаю. Знаешь, как решила? Возьму, отомщу ему. Выйду замуж за первого, кто предложит. Выходи за меня. Ладно, за второго. Я говорю, выходи за меня. Мужчина, услышали про отца олигарха, сразу отжидится. Почему? Я и сам неплохо зарабатываю. Пятнадцать тысяч в месяц. Рублей? Ну не копеек же. Идите, ради бога, без вас тостно. Никуда я не пойду. Как говорил мой отец, не отступать и не сдаваться. Он что, у вас воевал? Нет, распространяет Арифлейм. Юль, ты ж своему Андрею хотела отомстить. Ну? Аня, ты его видел, а тебе не Андреют, я себе отомщу. Ой. Ну что ж, вот мы остались одни. И вот, я не могу сказать. Мужчина, а вы с чьей стороны? Чужая свадьба, чужая свадьба. Значит так, ты не понимаешь, от чего ты отказываешься. Со мной тебе никогда не будет скучно в постели. Да я помню, что вы тамада. Да почему? Мужчина, я еще раз спрашиваю, с чьей вы стороны? Со стороны невесты. И как ее зовут? Чужая свадьба, чужая свадьба. Ну что, выйдешь за меня? Нет, мне нужен утонченный, воспитанный, образованный мужчина. Окей, леди. Лондон is the capital of Great Britain. Ой, я знаю английский. Мадемуазель, я не могу сказать, что я не могу сказать. Чужая свадьба, чужая свадьба. Да в конце концов, а вы с чьей стороны? Я тамада. Да, парень, прям не твой сегодня день. Чужая свадьба, чужая свадьба. Да ладно, ладно, ну что на мой самом деле? Мы же все равно не будем ничего кушать. Садитесь, пожалуйста. Жена покажет! О, рыжая! О, толстый! А ты что здесь делаешь? А я в соседнем зале корпоратив веду. И кто гуляет? Копеечка! Копеечка же! О, директор вернулся! С днем рождения! Ничего себе, прикинь, директор нашелся. А мы уже нового по аплодисментам выбрали. Ладно, давай, побегу. О, а вы что не уходите? Я же вам сказал, свадьбы не будет. Свадьба будет? Как не будет? Андрей, 10 часов вечера, ты где был? Юля, ты не поверишь. Мы с мужиками пошли в свадьбу, потом я по ошибке полетел в Питер на улицу строителей 12, а там эта рыба заливая. Что ты врешь? Да он не врет. Он пытается сделать наш Стэм новогодним. Вы издеваетесь, что ли, все-таки до мной? Я как дура здесь сидела. Все, прекратите ругаться, ну. Ну ладно, опоздал чуть-чуть человек. Вы подождали. Но я же вижу, он любит вас. Давайте быстро свадебку сыграем, и все, живите долго и счастливо. Да. Что да? Кто нас распишет? Ой, не волнуйтесь, есть у меня один человек, в ЗАГСе на полставке работает. Рыжая! А? Иди сюда, тут двоих расписать надо. Нет, не могу. По правилам Стэма на сцене не может быть больше трех человек. Сейчас. Александр Васильевич, ради спасения семьи, разрешите нарушить правила Стэма? Правило есть правило, Дим. Рыжая, ори оттуда! Дорогие брачующиеся! Властью данной мне государства объявляю вас! Вот так и закончилась эта история о том, как Юля и Андрей поженились, толстые и рыжие заработали, а Александр Васильевич не нарушил правила Стэма. Ну и в заключение хотелось... Паня, подожди, пожалуйста. Можно я личный момент такой? Дело в том, что буквально перед этим выступлением меня бросил мой молодой человек, и я знаю, что он смотрит эту игру, и если вы позволите, хочу ему кое-что сказать. Серёжа, я тебя прощаю, будь счастлив, но, пожалуйста, подумай о том, что больше никто никогда в жизни не сможет полюбить тебя так же сильно, как я любила тебя все эти дни. Спасибо. Ага, и Серёжа сейчас такой перед телевизором. Вот я дурак-то, а! Она же меня так сильно любила, а! Вот ты, шикарная планетка, вставай и уходи отсюда! Мне нужна только... Очень смешно. Ну ладно, что ты унижаешь, ты же сильная женщина. Я, может быть, не хочу быть сильной женщиной. Ну ладно, ты что начинаешь, ну хорош. Я, может быть, хочу, чтобы хотя бы раз у них не было по-человечески, чтобы хотя бы ни СМС-ку не написал, а сказал, я тебя люблю, ты мне что-то не бросаю, я их не бросаю. Да так всегда бывает, ты прям это самое, ты какую-то прям трагедию устроила. Я вернулся и ушёл, а я говорю, ну что? Это же не порядок-то, ну что, не зашли мне, что-то так взять и сделать. Ну я хотел бы раз, кто-нибудь так не полюбил, а так мать-то, как как моего человека, понимаешь? Ну хватит, ну чё-то, ну может поехали ко мне, там сядем, всё решим. А? И я сейчас такая, конечно, поехали! Я же расстроена, мне же лишь бы отомстить тем-нибудь, а... 1-1 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА